Три буквы, которые решают все, в Караганде стартовало ЕНТ. Для проведения единого национального тестирования определены три пункта. С 4 по 6 июня более 5,5 тысяч школьников области будут определять свой уровень знаний. 260 из них претендуют на получение Алтенбельгэ и еще 142 на аттестат с отличием. С утра Карагандинский экономический университет на осадном положении. С 8 часов, как учащиеся 26 школ гордой области запустили в аудиторию, родители не расходятся по домам. Им отведено место в университетской столовой. Кто-то нервно пьет чай, кто-то переговаривается с знакомыми. У всех на устах одно ЕНТ. Это буква сочетания завораживает. Как там их дети? Хватит ли отведенного времени, чтобы правильно ответить на 125 вопросов? Наверное, все-таки это маловато. Детям 5 предметов, 3,5 часа. Надо собраться и с одного предмета на другой переключаться. Наверное, 3,5 часа. Это очень-очень мало. Не мудрено, что можно за голову схватиться. В самом ВУЗе тишина. Металлоискателей и глушилок мы не обнаружили. Секьюрити, как и положено, зорко отслеживали, чтобы никого постороннего даже близко не было в здании КЭО. В аудитории, где сдают ЕНТ, не пустили даже представители общественных организаций. Время неумолимо отчитывает минуты и секунды. За дверью уже собрались встречать своих детей-родители. Со щитом или на щите и никак иначе. Всем нужна победа. Билот есть ли, только жалоба есть ли. В этом году ЕНТ проходит на высоком уровне. Сегодня утром провели пятиминутку с абитуриентами и родителями. Они были ознакомлены с требованиями министерства. Затем учащиеся в сопровождении родителей, преподавателей, учителей с разрешения государственной комиссии прошли к аудитории. И началось тестирование. Из министерства приехало 9 человек. Они все работают в аудиториях. Сегодняшнее тестирование в нашем университете оснащено всем необходимым оборудованием. А вот и первый представитель сдавших ЕНТ. Как там все происходит? Прошло вроде нормально, теперь будем ждать результатов. Ну как ты думаешь, на сколько вопросов ответил? Не знаю. Понятно, нормально все происходит? Да, вроде нормально. И вот наконец потянулась сепочка остальных сдавших ЕНТ. Родители по выражениям лиц детей пытаются понять, как прошло тестирование. Раню, раню, раню! Кто с улыбкой, кто с замученными глазами, школьники предстают перед своими родителями. Времени очень мало дается. Вот допустим, там выходит почти на каждый вопрос по одной минуте. Допустим, ну как можно математику решить за одну минуту? Вот я, допустим, против того, что вот времени мало, очень мало дает времени. Среди ждущих потенциальный жених одной из выпускниц, причем выбрал себе будущую жену из отличниц. Ожидание очень выматывает, очень тяжело. Переживаю очень сильно. Выходит ее одноклассница, одноклассники. Кто-то плачет, кто-то сознание теряет. Все страшно. В общем, не знаю, чего ожидать. Боюсь, переживаю. ЕНТ действительно вымотало всех. И детей, и родителей. Всем хочется высокого результата. Из-за этого издают порой нервы. Но главное, сотни и сотни школьников сегодня получают право на дальнейший выбор своей судьбе. Первый шаг сделан. Сергей Высокозов, Марат Культенов. Первый карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok